Привет, друзья! Хотел записать короткий ролик о последних новостях, о том, что у нас получилось с домом или не получилось, и что дальше делать со щеночками. Итак, сегодня, воскресенье, сегодня щенки поехали в новый приют. В тот приют, куда я сам планирую поехать, но позже, когда я закончу здесь с уборкой и закрою вопрос с арендой дома. Значит, этот приют находится в другой стороне Киева абсолютно. Туда ехать от меня примерно около 90 километров. Вот, и я планирую там работать. Там даже вроде как для меня уже есть работа, но сейчас решается вопрос с жильем, потому что село, там, где это все находится, маленькое. Объявлений из того села о аренде домов или из ближайших сел нету, и это нужно, ну, как бы, лишь самостоятельно ходить по селам, по домам и узнавать насчет аренды. То есть мне об этом сказала сама та женщина, которая этим всем руководит. Вот, и, ну, я надеюсь на нее, что у нее получится за эту неделю найти жилье для меня. Ну, или в крайнем случае, я думаю, что мы что-нибудь сможем придумать. По крайней мере, план Б у меня это такой, что я, когда отсюда уеду, я уеду куда-то, ну, так скажем, вещи завезу туда, а я буду временно жить, например, какой-то месяц где-то в отдельном месте, а потом, когда там найдется жилье или построится, то уже перееду жить туда. Вот такие планы. Пока, скажем так, это все вилами по воде писано, как говорится, но я думаю, что все это организуется и произойдет, потому что там очень большая территория, там и кони есть, и собачки будут, там выкуплена большая территория, она говорит, там строятся вольеры, строятся домики даже для проживания, для рабочих. То есть там такой какой-то массивный, масштабный проект идет, вот, и я буду, надеюсь, надеюсь, я буду одним из его участников. Очень на это хотелось бы рассчитывать, и хочется, чтобы так оно и случилось. А сейчас я немножко покажу короткое видео о том, как я оборудовал жилье для щенков в последнюю их ночь, проведенную здесь, ну и, собственно, как они поехали, в каком видео ехали, и попросил водителя снять для меня видео, когда они туда приехали, он меня отправил, поэтому вы это все тоже увидите. Такое вот временное жилище я приготовил малышам. Пока я их помою, вот сюда посажу, они здесь проведут ночь и утро. Там внизу доски, под досками камни щебенка. Я решил, чтобы ни лапы себе не повредили, я положу кучу одеял сверху, там эти ковры, но я не уверен, что они это все не погрызут к утру, и я не знаю, что здесь будет утром. Ну, хотя бы я постарался, чтобы им было комфортно. Ну, там уже дело за ними. Вот так, потому что дома, если их оставить дома в комнате, они станут не самыми чистыми в мире собаками, и будет, скажем так, неудобно перед хозяйкой этого приюта, какие собаки к ней приехали. Вот, собачки загружены и идут в свое новое место. Не все счастливы, конечно, к такой поездке, но что поделать. Вот как выглядит сарай после одной ночи пребывания в нем этих малышей. Ну, так вот можете сравнить, что было и что случилось. Кучеватый издеял. Выгружаем собачек. Зазылось и сетры. Вот такая конюшня. Всех майже вынесли. Вот такие у меня новости. Надеюсь, что в долгосрочной перспективе все будет хорошо. Поэтому следите за обновлениями. Я постараюсь выкладывать видео или просто сообщения о всем, что происходит. Так что спасибо всем за просмотр и хорошего всем настроения. Всем пока.